Всем доброго времени суток! Ребят, мы продолжаем прохождение игры. Чани сказала нам, что хотела, чтобы мы встретились с ее отцом, но, наверное, нам нужно поговорить еще, давайте, с Туфиром Хаватом. Я уверен, что отец Чани это тот человек, который отвечает нашим требованиям. Ну да. Хорошо, мы получили подтверждение, что действительно нужно с ним переговорить. Давайте-ка сделаем следующее. Мы посмотрим, что у нас по плотности Спайса. Вот эти районы уже достаточно бедны, зато вот богатый район. Так, то есть напротив нас и один вот этот вот район у нас вроде как вполне себе задействован, может быть. Так, немножечко перенаправим усилия наших ребят. А я предлагаю сделать следующее. Так, они могут? Так, они, да, они могут, они знают, где брать оборудование и прочее, прочее. И сейчас еще разочек. Вот здесь уже совсем все плохо, а вот следующий кусок, он достаточно богат. Вот давайте передвинем. Так, и... Да, мотивация 52%, кстати, неплохо. Давайте передвинем их вот сюда. Так, что еще по плотности? Вот этих ребят можно было бы сюда задвинуть, но я боюсь, что Харконины, если нападут, а нападать они будут сначала на верхние свечи, да? Это может стать нам, как бы, не очень выгодно. Так, ладно, хорошо. Чуть ниже вот эти два района очень богатые, потом немножко похуже. Так, что означает вот эти два района, нет, стоп, вот эти два района очень богатые, да? Да. Ребят можно... Вот этих ребят можно перекинуть, скажем... Так, вот сюда. То есть на самые богатые залежи мы их отправим. Что у нас еще? Кто попадает в зону действия связи? Эти ребята работают. Ну что ж. Так, давайте-ка выйдем отсюда. Отойдем чуть-чуть и позовем червя. Будем кататься на червяке. Так, что нас интересует? Вот здесь вот, любопытный момент, здесь племена, по-моему, какие-то работают. И где-то, по-моему, два свеча, где не производится спайс. Зато там можно устроить хорошую подготовку войск. Так, давайте сразу поскипаем. Так, и по карте определиться нужно. Так. Так, ребята вроде как добывают. Вот этих сначала отправить нужно, судя по всему. Давайте вот здесь проверим. Здесь должен быть свеч, походу. Но по-любому же должен быть. Вот только если он пустой, нам это ничего не даст. Так. Можно дать приказ вот этим двум племенам, которые здесь. И так, у нас военная подготовка. Здесь копают, здесь копают, здесь копают, а вот здесь нет. Так, ладно. Сейчас, подождите, тогда. Так, да. Ну-ка, попробуем с ребятами подвергать. Да, мы давно о тебе ничего не слышали. Так, эти ребята знают, где что брать. Это хорошо. Так, давайте-ка сделаем следующим образом. Что у нас внутри? Так. Насколько хорошо. А, вы только два дня тренируетесь, видимо. Да, они только новички пока. Значит, их дергать, в общем-то, за усы рано. Мы можем позвать червя. И, насколько я понимаю, вот здесь должен быть еще один свеч. Я предлагаю направиться туда. Немножко так вот не по плану. Потому что по плану нам нужно было бы вернуться в Сечь, где мы встретились с Чани. И после этого заняться чем-то, ну, типа, зеленением амаракиса, по-моему, если я ничего не путаю. Потому что ее отец планетолог, он по-любому скажет, что там есть влага и можно там все дела замутить. Там, где будет озеленение, там не будет спайса и смысл тогда для пришлых оставаться здесь и угнетать фременские племена. То есть, например, можно сделать полосу зеленых насаждений вокруг, ну, то есть, по кругу кольцом опустить, вокруг крепостей Харконенов. И им тут просто ловить будет нечего. Ну, вроде как. Таким вот образом все происходит. А вообще надо бы загнать вот сюда, в этот Сечь, еще несколько племен и заставить их проходить военную подготовку. Тогда взять крепости, как мне кажется, будет гораздо легче. И потом подготовка отдельных племен, она отличается. То есть, кто-то очень быстро достаточно продвигается в обучении, а кто-то, наоборот, сильно тормозит. Так, если сейчас мы здесь найдем Сеча, мы должны его найти, то вот этих ребятишек мы зашлем сначала сюда и потом на юг. То есть, геологоразведка у нас пройдет сначала в этом. В этом регионе, да? И только потом мы их отправим на юг, чтобы не мотаться им по всей планете. А я уже начинаю переживать, потому что где-то вот это вот место, да? Здесь уже должен быть Сечь. Я все его еще не увижу. Надеюсь, я не ошибся. Ну, не должен был, по крайней мере. Вроде как там равномерное распределение областей. Поэтому здесь должен быть все-таки. Должно быть поселение. Да, есть. Давайте туда. Скипаемся сразу. И заваливаемся вовнутрь. Я даже не знал об этом Сече. Ты удивителен, Младдип. А здесь есть Фримен, кстати. Мы видели, что ты прибыл из другого Сечи. Так, подчиняйся мне. Если ты смог договориться со Стилгаром, одним из самых гордых людей среди нас, то, конечно, мы подчиняемся тебе. Мы присоединимся к твоей борьбе. Так. Мое племя ожидает твоих указаний. Так, есть вариант. Милитарий тренинг. Да, да, да. Ах, ну ничего. Ну типа, хорошо мы будем заниматься военной подготовкой. Так, давай-ка. Да, у нас, по счастью, есть крест-ножи, и мои люди ценят это. Так, что еще? Давайте сделаем Move Troops. Так, стоять. Да, здесь как раз ребята воюют. Ну, в смысле, проходят боевую подготовку. Как Сун Тимин. Давай туда, отправляйся. А, так, ребятишки, вы идете, соответственно, в геологоразведку делаете здесь. И затем, ну, очевидно же, что вот так вот за все это дело пойдет. Так, ребят, что у вас? Да, мы о тебе давно ничего не слышали. Давайте-ка найдите хоть какое-нибудь оборудование. Так, что по плотности Спайса? Вау. Вот, кстати, вот этот вот участок гораздо более выгодно обрабатывать. Ладно. Что еще? Что-нибудь еще? Похоже, нет. Так, со Стилгаром переговорили. Здесь осталось еще какое-то неиспользуемое оборудование. Чани, ты что скажешь? Я тебе рассказывал о моем отце. Я дочь Льетакинаса, планетолога. Я хотела бы, чтобы вы встретились. Бла-бла-бла-бла. Короче, Акстин Табор нам нужен. Так, Акстин Табор, это, конечно, хорошо. Ребят, давайте в карту Дюны. Забабахаем. Так, что? А эти ребятишки куда идут? Акстин Табор, а, Спайс Фрове стране не ищет. Ну, ладно, хорошо. Так, что по плотности? Так, здесь у нас нет ни войск, ни племен. Здесь добывают, здесь добывают, здесь добывают. Здесь боевая подготовка проходит. Здесь тоже ни хрена, никого нет. Так, здесь войск нет и здесь нет. Почему они как пустые обозначаются? Или это потому, что мы там не были просто-напросто? Или мы были? Ну, вот здесь вот есть. И они, по идее, должны. Да, должны спайсом заниматься. Они нифига не занимаются. Так, на трупс, на трупс, на трупс. Акстин Табор. Но он сюда в любом случае. Так, что еще мы можем обнаружить? Так, если в эту сторону двигаться... Ну, вот это любопытно. Так, по идее, вот здесь нужно перераспределить как бы еще. Ладно, это все, это все мелочи. Так, спайс-денсити убираем. Че, где мы? Так, а это че? Гребят, кто? Их захватили. Дай, 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 дай. Твою налево, а? Ладно, хорошо. Печаль, 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 печаль. Все не так просто, на самом деле. Так, еще разочек. Мы... Акстин Табор нужен, да? Так, червя мы отсюда не вызовем. Но зато вполне можем вызвать отсюда. Называем червя. Так. Вот, Акстин Табор. 19-й день нам нужно не пропустить. На 22-й день должна быть отгрузка спайса. Я надеюсь, что там увеличение спайса будет. Что на чане, ты скажешь? Это то место, где мы встретились, Пол, ты помнишь? Сейчас нам нужно на запад свеч, где мой отец живет. Он находится за гористой линией. Все ясно. Вызываем червя. И за гористой... Ну, где-то вот здесь, наверное, черт его знает. Давайте, надо на запад. Да, смотрим дальше. Двигаемся. Так. И сейчас, я уверен, сейчас опять откроется целая куча различных сечей новых, да, где мы не были ни разу. И это будет вот головная боль посетить, уговорить племена, кого-то перераспределить. Геолога, разведка не везде прошла. Поэтому спайс добывать везде не можем. Значит, кого-то нужно будет подпрягать под военные действия, кого-то под озеленение. В общем, будем страдать головной болью. Но наши товарищи, которые, кстати, были, типа, статус у наших войск, которые попали в плен, было efficient, да, если я не путаю. А это значит, что, типа, они высокоэффективные в боевых действиях, но они попались как лохи. И вот это вот непредсказуемо просто. То есть мы потеряли уже два племени фременских. Одно захватили в Сечи, там, где была добыча спайса. И второе, фременское племя, получается, попало под раздачу, пытаясь проникнуть в крепость Харконенов. Это жаль. Ну, можно загнать туда сразу несколько племен. Провести боевую подготовку, например, до 22-го дня, да, дать им поготовиться. И потом заслать сразу два племени в надежде, что они таки смогут надавать люлей Харконенским свиньям вот в этой крепости. Ну, что ж, не весело пока, пока не весело развиваются события. Никто не обещал, что будет легко и просто. Так, подожди минуту, я не уверен, но, походу, я видел Сечи. Хорошо, мы заходим в Сечи, вовнутрь. А, моя дорогая дочь Чани. Да, отец, я кое-кого привела к тебе. А, да-да, я вижу, я понимаю. Пол Атрэбис, знаменитый Муаддип. Стилгар не сказал мне, но я подумала, что ты захочешь встретиться с ним. Это было бы интересно рассказать ему о твоих экспериментах. Ну, возможно, так оно и есть. Он великий лидер, он открыл уже множество Сечи и уговорил множество племен перейти на свою сторону. Да, ты права, вы оба правы, я покажу ему все, что я знаю. Что ты нам покажешь? Ну, скажи, ты видел планету, большая пустыня, люди из внешних миров думают о ней только когда, только как резервуаре спайса. Ну, в смысле, откуда они черпают спайс. Но те, кто живет здесь и для кого это родной мир, они хотели бы, чтобы он был более уютным. Я занимаюсь определенными экспериментами в области озеленения. Озеленение может изменить пески. Я смог создать новый вид, очевидно, кактус-балп. Да, по-моему, кактус. Ну, типа растения. У меня есть несколько подобных растений. Пойдем со мной в следующую комнату. Ну, ладно, хорошо. Так, и он, видимо, вперед нас хванул, да, потому что я его не вижу. Ух ты, мать. Так, как ты видишь, это все растения, которые уже готовы. Все, что им требуется, это немного заботы. Так, чтобы я хотел, или что мне нужно было бы, так это заставить некоторые фременские племена помогать мне в работе с ними. Я знаю, что некоторые местные, я знаю некоторые местные свечи. Попытайся, пойди, попытайся договориться с ними работать на меня. И да, вода в соседней комнате слева, ты увидишь. Да, вижу. Но вся фишка в том, что вода жизни, да, вот не зря там Стюргард говорили, что можно типа выпить, можно это самое. Но дело в том, что в живых остаются очень немногие. И это проблема. Так, старая фременская мечта, зеленение дюны. У нас есть вода, и у нас, как ты видел, большие резервуары здесь. И есть растения. Кстати, зеленение могло бы стать оружием против харконинов. Там, где будут расти растения, там не будет спайса. Единственного элемента, который нужен харконинам. Так, здесь нет фременских племен. Ну что ж. Я рада, что ты навестил моего отца. Все? Да. Видимо, это все, что мы можем сейчас пока поговорить. Давайте еще раз посмотрим. Тут очевидно, что... Да, очевидно, появились целая куча свечей. Если я не путаю, вот этих вот четырех точно не было. И вот эти тоже, кстати. Так. Типа нам показывает, что здесь нету... Нет войск. Но это не факт. А нет, вот здесь вот смотрите. Ребят подготовка проходит. Значит, видимо, мы где-то здесь были. Мы здесь были, потом сюда ванули, да? То есть, вот эти два сечи, а вот это... Сихая табор. Че-то знакомое название. И... Селемин Тимин. Черт его знает. Так, но ближайшими являются... Раз, нету. Эти ребята должны дождаться геолога-разведку. Так. Тогда получается раз, два, три... Раз, два. Посетить вот эти два сечи... И сихая табор может быть тоже, да? Давайте попробуем добраться сюда. Но на орнитоптере мы точно сюда не попадем. Поэтому нам нужно вызывать червя. Где-то я бросил там орнитоптер с горяча. Ну, давайте вот сразу на дальний направимся. Дальний свеч. И затем нам нужно уговорить, да, людей. Надеюсь, они здесь есть, как вы видите, да? А, ты, Муадиб, голос из внешнего мира? Давай, роляй за меня. Да, если ты уговорил Столгара, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Так, слышь, фрименский шеф, давай мы тебе приказ отдадим. Давайте вы... Ну, вроде как получается, что нужно их специализировать в экологии. Не знаю, через экологию не играл, блин, ни разу. То есть я пытался. Сихая тимин. Мы, нас попросили заняться ирригацией и заботой о растениях, но мы сейчас пока не можем начать. Минучки экологии. Он говорит, что я не уверен, что мы можем найти эти самые растения, но мы можем отправить их вот сюда. Окей. Сихая тюрьк. Так, да. Хорошо. Выходим в соседний... Так, кстати, да, здесь тоже есть вода. Выходим в соседний сечь, соответственно. Так. 20-й день. И надо, видимо, будет вернуться... Вернуться в... Во дворец. Потому как на 21-й день там должны вроде как прибыть сообщения, и мы должны отправку груза делать. Давай, роляй за нами. За нас. Так, давай, приказы мы тебе отдадим. Ну... Все равно, вы, ребят, ни хрена ничего не можете. Давайте... Ну, пусть... Блин. Я не уверен, что это два племена нужно заниматься. Экологией... Так. Давайте-ка вот сюда вот отправьтесь. Мне кажется, это даже до хрена получилось. Так, прос... Текстентуэк. Так, и чем? Ну, очевидно же, что они вот так вот, да, пойдут. То есть, они здесь исследовали, кстати, что там... Да, очень богатое месторождение. Мы выходим с карты. Так. Ну, здесь, как обычно, вода, да. Живем червя и отправляемся... Так, а куда мы отправляемся? Так, вот сюда, по-моему, нам нужно отправиться. Мы там бросили орнитоптер. А он нам сейчас точно нужен будет. И переговорить с матушкой по-любому. Так. Опа, орнитоптер кто-то угнал. Ну, в любом случае, сейчас ждем. Так. Что у нас получается? По плотности спайса вот этот район не очень удачный. Да. Он, прямо скажем, совсем неудачный. И ребят нужно переводить в другие районы. Так. От нас вниз. Раз, два, три. Да. И вот здесь, я не знаю, работает кто-нибудь или нет. Вот это вот, по-моему, не работает. Так. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Здесь нет никого. Здесь кто-то есть. Здесь. Здесь нет никого. Вот сюда надо переводить, короче, вот этих ребят. Так, выходим отсюда. Стоп, 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 стоп. Подожди, подожди, подожди. Где, блин? Так, ребят, вот вы. Так, что я здесь? Новички в спайсе. Давайте вы перееденитесь вот сюда. Окей. Он-то выгоднее будет. Так. И надо, кстати, вот этих отбить, вот этих отбить. Так, а что у нас получается? Здесь чем? Ребят семь дней. Уже средний уровень добычи спайса. Так, а давайте-ка... Да, они вряд ли могут найти орнитоптеров. Ладно, тогда что? Раз мы не нашли орнитоптеров. Походу, кто-то из племен его подрезал. Давайте тогда во дворец. 21-й день уже, кстати. Так, что там, 17-й был. Вообще, на 22-й день, по-моему, отправка груза должна быть. Там же 5 дней, да? Спасибо. Так, ну, что нам нужно, так это сообщить о новостях. И сначала переделаем, наверное, с Джессикой. Да, нет никакого сомнения, твои глаза стали абсолютно голубыми. Все, что ли? Ты мне больше ничего сказать не хочешь? Я делаю улыбку. Ну, все, что от меня зависит, ты тоже давай занимайся тем же самым. Черт. Ладно. Тухир. У нас есть тухир. Так. Пока ничего, но... Ну, ладно. Может, мы рано сюда... Нет, прошу прощения. Мы рано сюда приехали, наверное. Так, Стилгард, ты что скажешь? Хм. Это все, что ты скажешь, Чайни? Ты понимаешь все это? Это невероятно. Ну, да. Я тоже так думаю. Дункан. Сколько у нас там на текущий момент? 23 тысячи 420 килограмм. Это неплохо. Можно, кстати, забить теперь на добычу. Да, и 510 килограмм мы потеряли. В добыче за последние дни. Вау, вау, вау. Нифига себе. Еще что-нибудь скажешь? Через два дня, говорит, император застребует как правку. Все, все, да, все. Так, чего-то не хватает. Нет, нехорошо. Выходим отсюда и нужно... Так, нужно позвать червя. Так, вот сюда, Эр Цун, Тимин. Летим туда на крыльях ветра. И попробуем все-таки сейчас... Там два племени проходят боевую подготовку. Попробуем все-таки перенаправить их. Оп, что-то произошло, да? Нет, что-то, видимо... Мы закончили свою работу в Акстинтабро. Так, давай посмотрим, где это вы. Так, мы здесь. О, мы до них добиваем. Классно. Так, ребят, давайте-ка вы пойдете в следующие регионы. Луны. Раз, два. Раз, два. Здесь войска, здесь у этих нету, этих нет. Здесь два племени. Там нет никого. Тут нет никого. Ну, вот здесь еще не были. Нужно будет туда отправиться. Ну, что же. Здесь, скорее всего, горная гряда, поэтому здесь ничего нету. А вот тут вообще, по идее, тоже какие-то свечи должны быть. Но я не знаю, не уверен. Так, ну и сюда. Так, хорошо. Давайте зайдем и переговорим все-таки, Гурни. Да-да-да. Все, я понял тебя. Первый фрименский шеф. Да, мы от тебя ни хрена не слышали. Так, пять дней уже занимаемся. Наши способности возросли в середняшке. Мотивация все равно маленькая. Блин, да что ж такое-то? Так, ладно, стоп-токен. Где второй шеф? Они два дня занимаются. И тоже средний уровень. Нифига себе. Но мотивация у них еще ниже. Ребята, у вас вообще что-нибудь есть? Я не думаю, что мы можем найти лазерные автоматы, типа, вместе здесь. Так, можем ли мы их заслать сюда? Блидан Тимин. А давайте дадим им задание. Мы делаем милитарный тренинг. Так. Шпионаж нас уже не интересует. Можем напасть. Где ребята? Давайте попробуем. Смысл просто так заниматься ерундой. Кстати, что по плотности спайса? Вот этих ребят нужно передвинуть сюда. Так, выходим. Понятно. Да, 22-й день. Там сообщение от императора. Интересно. Интересно. Скидываем. Да. Еще что-то произошло. В Туоно-Туек странное заболевание. Мы все больны. Очень больны. Да ладно. Ну, блин. Ребят, ну, дайте мне. Да, понятно. Сообщение прибыло. Все. Нужно теперь посмотреть, что не так. Слишком далеко. Да, блин. Печально. Короче, неважно. Давайте выходим, заходим. Нам нужно побеседовать со всеми, со всеми. Для начала с матушкой переговорим еще раз. Так, я чувствую силу к тебе. Поверь мне, Пол, я чувствую, что твои силы возросли, и ты можешь контактировать к ней еще на более большом расстоянии. Только, по-моему, расстояние ни хрена не увеличивается. Так, мы должны отправиться в Туоно-Туек с тем, чтобы предотвратить эпидемию. Да, да, да. Слушайте, какие вы молодцы. Вы все нам напоминаете, что нужно сделать. И я с вами точно не запутаюсь. Так, давайте посмотрим сообщение от Шаддама. Сколько он сейчас запросит? 4, 5, 6 тысяч килограмм. 6120. Ядрит, Мадрид. Ну, ладно, они у нас есть, это не страшно. М-м-м, так. М-м, пока ничего нового. Давай-ка вот так выйдем. Стилгар, подождешь здесь? Да, я понял, подожди здесь. Так, нам нужен Данкан. Текущие 27 тысяч, нормально, нормально. Так, пойдем со мной. Да, блин. Да, ладно. Хорошо. А, ну вот, нужно переговорить, да что... Запрос. Да, вот теперь он с нами пойдет, и все будет хорошо. Все нормально, да? Так. Отправляем очередной груз и... ...выдвигаемся на предотвращение эпидемии, судя по всему. А, я так полагаю, что... Я полагаю, что мы можем, кстати, сразу расследовать и дождаться результатов. Нашего нападения на Харконенов было бы интересно просто. А, the answer has just come. Угу. Да, 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 пойдем-ка со мной, дорогой друг. Так, и следующее, что нам нужно сделать... Дайте-ка еще разочек зайдем, Джессика, может ты что-нибудь скажешь? А, нет, ничего она не скажет, и это, в общем, не очень хорошо. Я предлагаю сделать следующим образом. Зайти все-таки взглянуть на зеркало, сохранить игру куда-нибудь там... Ну, тут не дофига, на самом деле, вариантов. Вот, второй день. Так, отойдем от зеркала, и давайте ширенько направимся... Достаточно быстро мы направимся туда... Так, это, насколько я понимаю, вот этот Сьейч, то он опуек. Вечно у них то червь Хорвестер сожрет, то у них Хорвестер поломается, то у них эпидемия. Не срачка, так болячка. Ну, давайте зайдем и поговорим, что там, фриманский шеф. Да, нам нужна помощь. И... Стилгар, ты что-нибудь предложил? В том, что касается болезней, Чани гораздо более квалифицированно, чем я. Чани, ты? Странная болезнь у нас здесь, очень странная. Я не удивлюсь, если за всем этим стоят наклонены. Но я уверен, что я смогу вылечить эту болезнь. А все, что мне нужно, это просто время. Ну, как же оставайся. Окей, пол, я останусь здесь, чтобы лечить фрименов. Я полагаю, что это займет пару дней, как минимум. Еще что-нибудь скажешь? Нет, ничего не скажешь. Так, ладно, хорошо. Так, давайте сразу на карту Дюнир глянем. Мы отогнали всех вниз. Ребята, 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 ребятушки. Так, здесь боевая операция идет. Вот сюда нужно, наверное, залезть. Ну, они там что-то делают, кстати. Так, что у нас наверху? Пацаны, вы что? Слишком далеко, чтобы законнектиться. Давайте поближе подъедем. Так, давай позовем червя. И вот сюда. Отсюда должно хватать расстояния, чтобы мы могли связаться. Так, 27-й день нас интересует. О, скипаемся сразу. Не заходя сюда, давайте посмотрим, что у нас там. О, да ладно, вообще, замечательно. Они все попались, да? Круто. Замечательно, вообще, просто великолепно. Так, делаем по-другому. Давайте, у меня, муку, по-другому. Так. Еще что у нас сделано, что-то? Давай тогда сюда, двигай. Ребят, вы отсюда тоже. Хм, они что-то знают. Так. Сиспенс, здесь. Нам вот сюда нужно. Так, у нас где-то вот здесь, ребята, да? Обитают. И там еще одна боевая группа. Так, ладно, сейчас все равно отобьемся. Ничего страшного. Так, по картинам, что у нас. Еще не трех дней делаем. Можем мы у вас вот сюда заглянуть, например? Вот сюда хотя бы. Да, можем. Почти половина работы сделана, ух ты. Ага, все понятно. Не знаю, что вот эти когда будут делать. Так, давайте зайдем, переговорим с ее папашкой. Все-таки, может, он нам что-нибудь скажет полезное. Да, фременеры помогают мне собрать эти растения, молодые, и наша мечта осуществляется. Все. Все, правда, все? Да, все. Увы, ах. Так, ну давайте тогда отойдем сразу. Что тут у нас? До кого мы дотягиваемся? До вот этих дотягивая, да, дотягиваемся. Ребят, мув, причем вот вот сюда. Стоп и эксит. Холоборм у нас там еще два сеча. Вот эти здесь мы были, но вот эти дальние там мы не посетили. Давайте сюда, стихая табор. Отправимся. И следующий тоже. Скипаем сразу. Заходим вовнутрь. И... Да, здесь есть, фремен. Валяй. Я не хочу их экологии утверждать. Так, хорошо. Ребята пошли за... У нас здесь есть, кстати, вода. Отправляемся. Скорее всего, сюда. И, ну, нужно еще подогнать на рот. Скипаем. Заходим. Фремен. Ничего, ну, давай за нас. Так, чем вы будете заниматься? Я хочу, чтобы вы занимались. Я хочу, чтобы вы делом занимались. Чуть проспекторы, проспекторы. Или, да. Понятно. Везде здесь есть вода. Это хорошо. Так, давайте тогда... Вот этот бы сечь отбить. Так, 24-й день. Можем до матушки прогуляться. Может, она что-нибудь подскажет. Потому как она должна сказать, что мы готовы испить воду жизни. И тогда вот будет все в шоколаде. Ну, или, скажем, тогда все станет сильно интереснее. Так, что не так? Чани? Нет. Хабанья-хар. Все понятно. Ну, сожрал, да сожрал. Чего ж теперь? Все, все чинежоку. Так, пол, я так счастлива. Мне удалось вылечить всех здесь. Ладно, туйеки. Все нормально? Ладно, хорошо. Сейчас прибудем туда. Ну, скажи что-нибудь интересное. Хрен, она ничего не говорит. Но она... Да, туфир, может быть, что-нибудь знает относительно болезней. Нет? Нет ничего нового. Поэтому очевидно же, что нужно переговориться с Тилгаром. Давай, пойдем и найдем Чани. Давай, конечно. Собственно, это и была основная мысль. Выдвигаемся сюда. Двадцать пятый день. У нас еще два дня есть до отправки груза. И, кстати, можно, наверное, заказать еще каких-нибудь ништяков в деревне этих самых... Я не понял, а куда девушка и делит? Чани не с тобой. Она пропала. Никто не видел ее. Чани вылечила нас всех, Муаддип. Мы только начали заниматься добычей спайс. Efficient in Spice. Мотивация 10%. Мотивация упала, а вот эффективность возросла вообще чрезвычайно. То есть ребята конкретно грибут спайс лопатой. 0 килограмма в час. Майнить спайс стало очень сложно. Та-да-да-да-да-да-да. Так, ну и надо их тогда передвигать отсюда. Так, что? Сообщение какое-то пришло, да? Месседж прибыл во дворец. Очевидно, от Харконенов. Ну все, пипец. Короче, давайте передвигать тогда. Давай, ребят, выдвигаемся тогда. Да, вот эти районы практически исчерпаны в плане спайса. Очевидно же, что нужно будет перемещаться куда-то вот сюда. Давайте в клоно-табор. Ерунда. Так, ребята, вы кто? Ни хрена вы идете куда? Селемин Тимин. А можем мы вам дать задание, идти в другое место? Я хочу, чтобы вышли все сюда. Так. Походу, вот это и вот это вообще. Жесть, да? Здесь никого, здесь никого. Так, ну вот здесь еще остались. Так, ладно. Ребят, чего у вас? Они опытные, добычи спайсом, они неэффективны. Просто опытные. Хотя, черт его знает, скиллованные может быть даже лучше. Да, да. Так, давайте мы замыгаемся сюда, идете. Так, и вот этот, по-моему, очень плохой регион. 17 детей, да, эффективный. Все, да, 0 килограммов, потому что все, майнить уже здесь нет никакого смысла. Так. Ну-ка, вот здесь. Здесь не было, да? Да, сюда, отправляйся. Так. Прибыло сообщение во дворец. Я уверен, что Стилгар по этому поводу что-нибудь скажет. Мы все любим чайни очень сильно. Я уверен, что ее исчезновение произойдет плохой эффект на мотивацию фрименских племен. А, кстати, ты помнишь, да, о том, что прибыло сообщение. Ну, и, собственно, 25-й день еще пару дней до отправки груза. Так. Ну, вот, теперь мы протабанили чайни, нам нужно ее терескать. Скипаем заход. Да ладно. Почему каждый раз, когда я прибываю во дворец, как они появляются? Они закончили работу в Сильнин-Харде. Ладно, хорошо, ребят. Согласен, молодцы. Хорошо поработали. Так. Нет, сначала с сообщением. Фейт Раута, да? Да. А, ну что ж. А, твоя маленькая милашка в моих руках. Я не думаю, что ты увидишь ее скоро снова. Это Раута, да-да-да, он сумасшедший, он может быть очень опасным. Чайни захватили, захвачена Фейдом Раута, и это не хорошо. Я удивлен, где может быть Чайни, возможно, не во дворце Харконина. Моя догадка состоит в том, что она в одной из этих крепостей Харконинов. Почему бы нам не использовать войска для шпионажа с тем, чтобы выяснить, где она конкретно находится. Ладно, выйдем, и пока мы не зашли к матушке со Стилгаром, перегреваем. Так. Все это понятно. Хреново. Так. Ты что скажешь? Да ладно, серьезно. Давай пойдем со мной, мать. Я пойду с тобой, но недалеко. Давай выйдем отсюда. Мне кажется, что пока она там торчит, толку от нее вообще никакого. Здесь стой. Так, ладно, что? Но у нас вариантов на самом деле немного. Зовем червя и отправляемся сюда. опять же, как, что, что делать с ними? Вы что? Давайте сразу два дня. Средняя средняя подготовка в армейском деле. Давайте-ка сюда сразу подойдете. Так, у вас что? Вы занимаетесь два дня очень эффективно. Ну, в смысле, эффективно. Так, хоккея, вы? Один день средняя подготовка. Так, ну, ребят, вы вот, черт его знает, вы вроде как эффективны. Давайте... А, эспенаж не канает, да? Можно вот так? А вот так? Мы делаем милитарий тренинг. А шпионаж не канает. Очевидно, по той простой причине, что шпионаж может проканать только в одном случае, когда мы освободим вот вот этих несчастных. Так, что у нас? У нас кто-нибудь поблизости здесь еще есть? Это что такое? Кстати, это... Что за бред? Так. А у вас что? У них хреново. Давайте специализироваться, наверное, все-таки. Тогда, ребята, все сюда. Так. А нам нужно, наверное, сгонять вот сюда. Вдруг там у них что-нибудь, военное оборудование какое-нибудь есть. Ну, до того, давайте с гурней переговорим. Да, все. Короче, хрен вам что скажет. Стилгар, у тебя теперь глаза фрименом у Абдип. Тут интересная фраза, она как бы триггером должна сработать. Давайте, здесь мы, по-моему, не были. Сихая, пион или как там называется. Так, и 27-й день приближается, то есть, мы можем... Давайте посмотрим, что у тебя есть. Крисы. 200 килограмм. Это Крисы. Высочайшего качества. Ну, вообще, по вселенной Крисы могли быть только у племен фрименов. Ладно, чего с тобой. 200 килограмм вообще не жалко. Так, да, за тайну не переживай. Лейзер Ганс. 800. Да дорого. Слушай, брат. 700. Да тоже дорого, давай дешевле. 620. Вот это я согласен. Так, и что еще? Не, ребят, 1200 за Спайс Харвестер. Ну да, черт с тобой, давай. Возьму, может, кого-нибудь отправлю, еще что-нибудь. Ну, давай, давай, 1800. Что за цена у тебя? Да нет, это дорого. Да ты, да конечно ты теряешь деньги. Ты, блин. О, вот это я возьму. Так, еще что-нибудь у тебя есть? Еще крисы. Ну-ка. О, давай, нормально. О, ништяк. Все, у него нет ничего больше, что нужно было бы задействовать. Так, ребята, короче, смотрите. Так, отправляем вас за лазерным. Крисы у этих есть, да? Да, что Горни Халик там. Верни Модулс. А вот это вот голосовой модуль, то есть у них есть и лазерные пушки, и, как оно называется, и крис-ножи. А голосовые модули, это изобретение, на самом деле, линчевское. это, как бы то ни было, не придумка самого Франка Херберта. Давай-ка вот сюда, ребят, подойдете. Так. А, они не хотят. Ну да. И че? Ну, блин, ну и... лан, хорошо. Идете, да идете. Так, че у нас? Эксит мэмс. Че? Ну давай, на орнитоптере слетаем, как бы стрелы. Че, 26, 27-й день скоро. Так, на самом деле, лететь-то некуда, намного просто, тупо ждать. Единственное, можно было геолога-разведку еще заслать. тогда давайте change destination, геолога-разведка у нас где-то вот тут, вот здесь рядом. Так, эрксун-тимин, сюда-сюда-сюда, вот где-то вот здесь вот она должна быть. скипаем все сразу. Находим геолога-разведчика. И давайте сразу давайте приказы. Здесь у нас здесь, Давайте сюда, сюда, и сюда. Че-либо как-то вот так. Так, ребят, че у вас? Невочки. Скоро будет завершено. Работа у вас как 6 дней. Новички скоро завершат. хорошо. Это, это замечательно. Хоть кто-то чем-то занят. Так, по сути дела, ну все, задание раздали. Вроде как, ничего такого. Блин. Ну, давайте сюда прилетим, что ли. Пока мы до туда долетим. 27 день уже. Сейчас придет сообщение из дворца. Нужно будет лететь туда. Окей, да, прибыло сообщение из дворца. Но очевидно же, что нам нужно... карконинцы, атаковали туону табра. Блин. Так, давайте сразу. Так, у вас есть что? у вас есть что? У вас есть что? У вас есть что? у вас нету. что с вами? И дальше что? Эффективнее в военном деле у вас что? Стоп. эффективны в военном деле у вас что да блин ну понятно что вы идете я не на вас щелкал на вот этих средняя статистика по подготовке можете вы нет они не могут шпионажем заняться короче надо дождаться пока вернется вот эта группа тогда уже выдвигаться так садимся на орнитоптера и топаем во-первых сюда и во-вторых короче то на табор надо отгрызать в обратную сторону скипаем сразу 28 день да да я не забыл я не забыл я ничего не забываю блин достали давай ну да ты хочешь 7000 так окей окей давайте думка и кайс и консентр мария все пойдем отскал назад русского так все нормально отгружаем и что характерно как бы была фраза что у нас стали полностью и глаза так новые сообщения давайте посмотрим наедет на вас нет за то что на сутки задержались очередь 7 дней нормально вроде как пронесло не а я же ее отсюда убрал да так джессика да что ты правда что ли блин ну ладно что у нас еще без вариантов короче выходим связываемся что кто тут напал но я не короче захватили да да типа связаться даже не пытайтесь ладно хорошо не будем связываться тогда сразу на орнитоптер и чих-пых-чих-пых стилп и сюда сунки не может отхватить те сечи которые харкониным у нас отметили ли это любопытно что опять не так хабанья тимин достала все это так ладно но пятеро понятно так стоп давай средняя средняя подготовка понятно как у тебя чем новички а вы можете там чего-нибудь нет ладно тогда может просто задавим массой так давайте-ка сделаем следующим образом вот если мы оттопырим вот эту крепость раздолбаем то конечно будет легче но с другой стороны мне кажется вот здесь можно было бы два племени сей вернуть но шпионажем у нас занимается одно а мух трубс фурблиган тимин так че мы тут ребят или че или как-то их по-другому надо направить да нет давайте ребята все тогда может вы кучей хотя бы завалите было бы интересно посмотреть результаты окей всего этого действия проспекторы ну мы вот так возьмем смотри и прилетим сюда на арнитоптере раз теперь смотри вы же тут все еще копаете так ребята у нас че ну насколько я понимаю вариантов у меня на самом деле не дофига отправить их в раксон тимину и кстати сами туда же а че какое сообщение последнее приходило а че какое сообщение последнее приходило я предлагаю вот сюда их отослать мы только что начали подожди а почему вы только что начали а они вот здесь копались здесь они закончили и кстати если посмотреть то что вот здесь биолога разведка не проходила ладно хорошо exit maps ну че серьезно хороший сечь правда что ли мне так не кажется так ну наши атакуют давайте сделаем гадость подождем до вечера мы добили крепость уху я мы выиграли битву в блидом тени так чудное ребята следовательно наконец то так 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 подожди головы райвины вон я не в этом смысле слышь подожди я хотел приказ отдать типа эффективный вообще-то так давайте-ка ребят вы все-таки армейскими делами займетесь и че еще давайте-ка шпионажем все-таки давайте потому что со шпионажем у нас учили джопинь так они среднячки да в армейском деле давайте готовимся так замечательно и с вот этими связываемся по-моему они должны а что они там все еще руками машут это не интересно стоять что вы говорите они середнячки тоже в армейском деле во-моему они не очень рады да вот этому факту так ребят короче тогда засылаем вас кто середнячки доучиваться мы мы трансформируем эту уродливую крепость в хороший сечь видишь вот как классно когда может надо дать им немножко времени или или че так ребята там они они за крисами пошли все нормально у вас у вас че ну как больше информации новички крисы есть все так вы кто ну так ребят вы че делаете так они трансформируют этих сдвинешь да не ну почему ладно когда этих в покое оставим кто-нибудь еще есть ну что ребят видимо нужно их оставить на какое-то время в покое они так сильно увлечены что у нас еще стилгар что скажешь да ну короче мы отправили вроде как одно племя в разведку давайте может быть еще одно отправим туда же да давайте еще одну какой-нибудь в разведку отправим так чтобы было интересно но пацаны нашли еще одну крепость да блин антабра так так а кто еще охрененную так очень покупаешь ему давай шпионажем займемся о нет мы должны закончить трансформацию плюс моим людям точно требуется отдых ладно ну что ж раз его людям требуется отдых я думаю отдых какой-то должен быть и у меня на сегодня пока вот мы начали боевые действия и наконец-то первые удачные боевые действия поэтому мы отправляемся во дворец и первые сообщения хорвестр опять проглотили ничего страшного это уже привычная штука мы к этому уже привыкли и все нормально глотают хорвестры только в путь так давайте все таки зайдем новых сообщений нету давайте с туфиром переговорим так это нехорошо да вероятно не во дворце но в одной из крепостей харконенов так ну ладно по-моему вот прошлый раз я из-за этого как бы и продолжил боевые действия из-за того что чане украли так что нибудь скажешь ну вот все таки стало уменьшаться кстати вот надо заплатить вот все правильно теперь мы все вроде как грамотно сделали джессика так опять она говорит абсолютно про заичные вещи итак смотрим ребят на зеркало и наверное все таки сейвимся да что там у нас 22 день было ну ладно 30 день а на этом я на сегодня закончу всем большое спасибо всего доброго и впереди нам предстоят боевые действия и озеленение планеты ну или что-то одно из двух удачи всем всего доброго пока